Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухня Прогноз Погоды и его ведущий, выпускник Казахстанской медиа-академии Данииле Глемединов. В конце программы я расскажу вам о полезных свойствах инжира. А сейчас о погоде на среду 4 сентября. В Магисталской области в городе Актау ожидается ясный и по-летнему теплый день. В светлое время суток плюс 24, 26 градусов, ночью 18-20 выше 0. В городе Актобе в среду переменная облачность без усадков, днем плюс 16, 18 градусов, ночью 9-11 выше 0. В Атерау выйдет солнечно и ясно, ни одного облачка на небе. Днем плюс 22, 24 градуса, ночью 15-17 выше 0. А скорость ветра составит 14 метров в секунду. В самом космическом городе страны Байконур запуску ракет могут помешать осадки в виде дождя. Днем температура воздуха достигает 20-22 тепла, ночью плюс 12-14 градусов. В Балхаше ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и понижение среднесуточной температуры воздуха. Днем 16-18 тепла, ночью 10-12 градусов выше 0. В Красивом Жасказгане малое облачное без усадков, днем плюс 14-16 градусов, ночью 7-9 тепла. В Гарганде переменная облачность синоптики прогнозирует понижение температуры воздуха. Днем 15-17 тепла, ночью плюс 9-11 градусов. У Кшитау уже осень, сохраняется пасмурная погода. Продолжают идти дожди. Днем 15-17 тепла, ночью 7-9 градусов выше 0. Небо над Кустанаем затянут облака. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 9-11 тепла. В Казаларде среда будет очень малооблачной. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 13-15 выше 0. В живописном Павлодаре будет облачно. Возможны отстатки в виде дождя. Днем 17-19 тепла, ночью плюс 8-10 градусов. В Северном Петропавловске осенняя пасмурная погода. Продолжают идти дожди. Днем 12-14 тепла, ночью плюс 80 градусов. На востоке страны в Семее переменная облачность. Небольшой дождь с грозой. Днем плюс 16-18 градусов, ночью 11-13 тепла. В Алматинской области, города Тубы-Курган, тепло и ясно. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 10-12 тепла. В деревне Шантаре солнечное и ясно. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 8-10 тепла. В городе спутники Караганды-Тимиртау 4 сентября переменная облачность осадки в виде дождя. Температура воздуха значительно понизится. Днем 15-17 тепла, ночью плюс 9-11 градусов. В таинственном и загадочном Туркестане в среду температура воздуха немного снизится. День будет ясным и солнечным. Днем плюс 21-23 градуса, ночью 10-12 тепла. В западном Уральске малооблачно. Днем плюс 18-20 градусов, ночью 12-14 тепла. На острове страны и в Усть-Каменогорске синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Днем плюс 18-20 градусов, ночью 10-12 выше нуля. В большом городе Шимкент солнечное ясно. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 9-11 выше нуля. В экипасе зимовооблачно, осадки не прогнозируются. Днем плюс 14-16 градусов, ночью 7-9 выше нуля. В культурной столице нашей страны Алматы будет солнечное ясно. Днем плюс 20-22 градуса, ночью 10-12 тепла. В столице республики Нур-Султане 4-го сентября ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем 12-14 тепла, ночью плюс 7-9 градусов. В любую погоду заботитесь о себе и своих близких, особенно в период смены времени года. Уделяйте особое внимание рационе питания и добавляйте сезонные продукты. Любители экзотических ягод будут рады узнать, что в сентябре очень полезно баловать себе инжиром. Плоды этого растения улучшают состояние почек и желудка. Народная медицина уже давно использует затварь из инжира для лечения простуды, ангины, воспаления десен и воспалительных процессов дыхателя. Из-за содержащегося в плодах ферментов фицина понижается свертываемость крови и растасываются сосудистые тромбы. Ягода очень полезна для людей, страдающих заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это связано с содержащимся в нем калием. Инжиром можно снять напряжение сосудов и не только расслабляя их, но и расширяя. Он помогает при гипертонии и венозной недостаточности. Прогноз погоды провел для вас я, Даниэль Иглемидинов. Будьте здоровы! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», «Метеопрогноз», «Облачная кухня». Субтитры создавал DimaTorzok